И я верю, что наши мечты непременно исполняются. У нас уже есть коньки. Дедушка Мороз, сделай так, чтобы у нас в городе был настоящий дворец для катания. Самое главное, чтобы дворец этот не пустовал, чтобы вы занимались спортом, были сильными, красивыми, здоровыми. И, ну что ж, в добрый путь. Правда, вклад Деда Мороза здесь и правда сказочный. Реальные же деньги – 250 миллионов рублей – вложили власти города, региона и страны. Сегодня повод, который много-много-много лет ждал, что у него будет своя ледовая арена, что у него будет место, где можно играть в хоккей, где можно искусство на льдом оказывать в горном катании. Проект быстровозводимого комплекса стартовал еще два года назад, но сроки сдачи неоднократно сдвигались. Работы то прекращались, то начинались вновь. И только этой зимой Ледовый дворец удалось открыть. Более трех тысяч квадратных метров общая площадь. Большая арена, сделанная по евростандартам. То, что было на самом деле необходимо городу. Ребята в Вологодске ездили по ночам, череповец играли в хоккей. Здесь потрясающие тренеры по фигурному катанию. И не имея условий, в Вологодске фигуристы выигрывали многие соревнования. А теперь побед будет еще больше. Условия для фигуристов и хоккеистов идеальные. Эта арена будет работать 20 часов в сутки. 4 часа на подготовку, на отдых, на заливку и так далее. Здесь будут и фигуристы заниматься, будут заниматься и хоккеисты. И будет еще время свободно и для жителей города, для желающих из ближайших районов, ну и, в общем-то, из города. На первом этаже четыре раздевалки. На втором – душевые, тренажерный зал, радиорубка. И начать тренировки спортсменам можно уже сегодня. А вот график массовых катаний пока составляется. И вологжане уже с нетерпением ждут, когда он будет готов, чтобы провести новогодние каникулы. Спортивно. Такое событие, особенно для детей, очень хорошо. Будут заниматься сейчас у нас в Вологде, не надо никуда ездить. Мы рады, что открыт каток. И мы раньше катались на другом, но там было холодно, а тут тепло. Людмила Алексеева, Дарья Анфиногенова, Алексей Романов. Новости Вологды. Итоги года.